Мягкий рукодельный мир и его обитателей можно увидеть на новой выставке под названием «Кукляндия». Участники-школьники от шести лет подготовили экспозицию из ста вязаных и шитых кукол. Здесь интерьерные и авторские куклы-обереги, изделия из шелка, бархата, капрона. Саму форму туловища, головы для них не составляет труда. Ведь здесь даже представлена работа шестилеток, которые делают, обшивают всю куколку простым петельным стежком и набивают ее. А вот одеть, они затрагивают очень много времени, очень много знаний не хватает. И здесь, как мы, уже модельер, помогаем, подсказываем. Арина в театре моды Алиса шьет, вяжет, вышивает. Занимается уже не один год. А куклу создавала впервые. Надеялась, что все получится. И все вышло. Долговязая рыжая игрушка, напоминающая Пеппи Длинный Чулок, зовется девочка весна. Арина рассказывает, что две недели шила куклу и вложила в нее все свое дарование. Мне вдохновила весна. Я очень люблю это время года. И поэтому мне захотелось сделать, повторить вот эти цвета, которые передают нам. Такая выставка проходит в регионе в четвертый раз. Из года в год растет количество участников и их мастерство. Одни ребята освоили шитье на машинке, другие используют технику назад иголкой, чтобы получилось аккуратно. В этом году популярна спортивная тема. Два ивановских школьника сделали даже куклу-спортсменку. Даже у игрушек есть мода. Мне очень хотелось побывать в этом мире детства и сказки. И посмотреть, что могут наши дети. Второй вопрос у меня был, конечно, профессиональный. Потому что в этом году мы запустили новый проект, который называется «Таланты нового века». Нам очень хотелось, чтобы ребята, которые занимаются сегодня по новым федеральным образовательным стандартам, в первом и четвертом классе, попробовали себя в разных видах деятельности. Посетители выставки от экспонатов снегурочек, невест, колдуньи и принцессы остались в восторге. Организаторы предполагают, теперь рукоделием захотят заниматься мальчишки, девчонки и даже их родители.